Меня зовут Ярослав Пекарусь, мне 28 лет, я профессионально занимался футболом. Входил в состав молодежной сборной Кыргызстана. Сычёв был тем самым человеком, который тоже вдохновлял, воодушевлял. Соответственно, когда приехал в Москву, решил начать ходить на матчи. Трепетный момент, когда я решился, все-таки собрался. Я купил первый билет на матч, я помню, с крыльями Совета в 2009 году. Первый сектор вверх, тот самый, да, наверное, любимый. Мы ходили сначала втроем, я, мой друг и его девушка. Потом я подтянул к этому делу и жену уже. Появились дети, на сегодняшний день нас 6 человек. Мы уже третий год, третий сезон ходим на все матчи. Получается, уже практически 10 лет болею этим клубом и прямо его искренне люблю. Мы хорошо работали с клубом болельщиков. Мне написали ребята и сказали, не хотел бы поучаствовать в флюктаге в составе команды. Рэдбулл флюктаг – это соревнование самодельных летательных аппаратов. Любая команда может предложить какой-то самый необычный, оригинальный, сумасшедший аппарат и попробовать на нем полететь. Я согласился, мы сделали такое небольшое выступление, где показали, что даже паровоз, который тяжелый, большой, массивный, должен полететь. Я не должен был быть пилотом. Я долго, на самом деле, сопротивлялся, вообще не хотел. Я в последний день еще сомневался и говорил, что нет, я никуда не полечу. Но, тем не менее, я согласился, я подготовился. Когда я поднимался на этот самый трамплин, я понимал, что мы представляем команду «Локомотив». Здесь обратного пути у меня уже не было. Мысли о том, что я там спрыгну, откажусь, уже действительно даже не возникало. Конечно, в момент того, как мы, скажем так, отошли от трамплина вместе с паровозом, я попытался оттолкнуться. Видел весь этот процесс, я не закрывал глаза, я держался, пытался держать, закрыли, чтобы они мне стучат вперед. Паровоз ровно перевернулся, я вошел ровно обратно в этот паровоз. Первое впечатление было немножко страшно, но в целом все обошлось, слава богу, да, и я здесь с вами. Уже прошло два месяца, восстановление идет, но это все очень индивидуально, поэтому у кого-то разве связок может пройти за месяц, за полтора. У меня прошло два месяца, связки срослись, но пока сама реабилитация проходит так, потихонечку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова